Волейболистки Тюмени Тюмгу Волейболистки Тюмени 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 Волейболистки Тюмени Волейболистки Тюмени Мини-футбольный клуб Тюмень сегодня и завтра на паркете спортивного комплекса «Центральный» проведет перенесенные из основного раунда Лиги чемпионов матчи пятого тура Отечественной Суперлиги. Соперником станет дебютант элитного российского дивизиона «Беркут» из Грозного. «Беркут» – команда очень быстрая. Там собраны игроки, которые когда-то играли в Суперлиге. И я думаю, многие из них хотят доказать, учитывая, что команда новая. Собрались они и фактически играют этим составом, который сейчас у них с листа. Поэтому, как показали матчи, то есть, в принципе, они очки отбирают, команд уже сторожил и, в принципе, продемонстрировали игру, которая заставила о них говорить. Там у них игра командная. Получается, как таковых сильных лидеров нет. Все одного уровня, примерно, игроки бьются, стараются, открываются вперед, ни в чем не уступают. Против Бодридинова играли, что он в «Динамо» был. Ну да, наверное, у него свои какие-то есть видения игры, потому что он чемпион России, Лигу чемпионов, выиграл кубок. Я думаю, он по-своему настраивает команду. Дебютант российской Суперлиги из столицы Чечни неплохо заявила себе на старте чемпионата. Подопечные Анатолия Бодридинова дома дважды обыграли новую генерацию из Сыктывкара. И на выезде смогли отобрать очки у Екатеринбургской Синары. Они неплохо действуют на контратаках, в принципе, так смело бегут именно в контр-игре. Поэтому будем ждать от них вот именно этого, что все-таки, я думаю, тем не менее, они будут играть все равно, стараться вторым номером и нас ловить на контр-игре. Матчи и 2-го, и 3-го октября начнутся в 19 часов. В турнире по волейболу в рамках спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти Гутюменской области в этом году принимает участие 11 команд. Все решают свои задачи. Кто-то рад в борьбе за место в середине турнирной таблицы, если учесть, что большая часть команды специализируется на мини-футболе, как, например, у департамента финансов. Да, в основном команда состоит из футболистов. В основном волейболом более-менее занимаюсь только я. Ну, на любительском чистоуровне, в частном турнирах, в таких турнирах, как с органами власти, так и на где-то на городских чистох командах. Совсем другой уровень игры и мотивации наблюдался в полуфиналах. Здесь соперники знают друг друга по опыту прошлых лет. В роли действующих чемпиона выступает команда областной думы. В полуфинале коллектив, ведомый Виктором Рейном, столкнулся с невероятным сопротивлением оппонентов из департамента лесного комплекса, о чем свидетельствует и счет первой партии 26-24 в пользу думы. В двух партиях такой матч вряд ли мог завершиться. В не менее равной борьбе лесники взяли второй сет. Все решилось в заключительном отрезке. Команда думы начала невероятно тащить защите и склонила чашу весов в свою пользу 15-5. Это, знаете, всегда бывает психологически очень нехорошая вещь, когда ты выиграешь вторую, успокаиваешься, а мы понимаем, что нам уже терять нечего, нам надо безусловно играть. Соревнования завершатся 3 октября. Соперником думской команды в финале станут волейболисты департамента агропромышленного комплекса. Хоккеисты Рубина снова проявили волю к победе, одержав верх выездной встречи чемпионата ВХЛ над Воскресенским Химиком. В составе хозяев на лед вышел один из главных героев сибиряков прошедшего сезона Илья Карлин. Экс-снайпер Тюменцев помог отличиться хозяевам уже на второй минуте, когда ассистировал Евгению Соловьеву. Однако больше Алексей Артамкин в этой встрече не пропускал. Хотя итоговые два очка дались подопечным Михаила Звягина с большим трудом. Тем более, что перед матчем из-за проблем со здоровьем тюменцы не досчитались самого полезного игрока команды Андрея Алексеева и центрфорварда Константина Белова. Вдобавок шайба долгое время упорно не хотела пересекать линию ворот Химика. Уже в стартовом отрезке Рубин почти вдвое перебросал хозяев. Но голкипер Александр Трушков сбоев не давал. В следующий период рубиновцы начали в большинстве, шанс упустили, но поймав атакующий кураж, восстановили паритет. Силовую атаку завершил Роман Горбунов. Ассистентом выступил Вадим Кравченко. Очень здорово, что ребята смогли второй матч на зубах отцовки вытащить. То есть это говорит о новом, пусть парни проявляют характер во втором матче. Если в прошлом мы дарили 0-3, сегодня мы, ходя на третий период, понимали, что соперник тоже будет иметь моменты. Хорошо, что мы смогли реализовать свой момент. Заключительный период стал для тюменцев испытанием на прочность. Реализовавший до этого матча 26% большинства химик, получил вагон времени, чтобы огорчить рубиновцев в этом формате. Хозяева даже играли 5 на 3, однако преодолеть сопротивление сибиряков не смогли. А затем сами остались вчетвером за нарушение численного состава и получили гол от Станислава Калашникова. Передачу вновь выполнил Кравченко. За минуту до сирены Тружков уступил место на льду полевому игроку, но победный результат тюменцы удержали. 2-1. Следующий матч сибиряки проведут 3 октября в Ташкенте с новичком лиги ХУМО.